Чуть больше трех недель осталось до конца 2018 года и столько же до старта так называемой мусорной реформы. Депутаты и представители местных органов власти признают, несмотря на то, что рабочие группы трудились последние месяцы не поглодая рук, вопросов и неясностей до сих пор остается больше, чем ответов. Так, рекоператора для Рубцовской зоны определили буквально вчера, но в городах и районах края считают, что проблемы только начинаются. Речь же идет о том, что, наверное, закрывать районные свалки необходимо в связи с появлением единого рекоператора. Но к этому ни районы не готовы. К этому не готова наша единственная мусорная свалка, которая хоть там еще есть некоторый запас, но она город-то не может по-человечески обслужить. А уж полностью 11 районов все это свести, мы завалим ее за один-за два года. Председатель Заринского городского собрания также обратил внимание, многие вещи до сих пор не проработаны. Так остаются вопросы по тарифам, временным полигонам, утилизации отходов, вывозу мусора из отдаленных сельских поселений и так далее. Чтобы лучше подготовиться, он предложил перенести старт реформы на начало 2020 года. Именно так, по его словам, уже сделали в ряде регионов России. Предложение встретили, что называется, в штыки. Ну вы что-то предлагаете у нас сегодня в едином субъекте Российской Федерации Антонского края решить свои порядки в пику федерального закона. Ну есть же федеральный, и дворь покажет. Я с вами согласен. Там, где никто не захочет, вот из трех субъектов, про которые я сказал, о твоих вопросах заниматься, мы нарастили кучу мусора. И там, где и утром. По итогам депутаты приняли решение старт реформы не откладывать. Напомнили сегодня депутаты и о том, что в крае до сих пор до конца не решена проблема скотомогильников. Скотные дворы края производят около 30 тысяч тонн биологических отходов. В основном это туши животных. Все это складируется на двух сотнях скотомогильников, часть которых бесхозна. Важно, подчеркнули депутаты, в течение следующего года определиться с владельцами потенциально опасных объектов, найти финансирование и навести порядок здесь. Как бы то ни было, законотворцы уверены, следующий год принесет еще немало мусорных сюрпризов. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости.